На прошлой неделе я вам рассказывала, как из любой помады сделать матовую помаду и уже так слегка намекнула, что матовые помады уже выходят из моды, хотя до сих пор их выпускают, но все-таки это уже, можно сказать, пройденный этап и сейчас все больше и больше я вижу, что входят в моду металлические губы и разные такие шиммерные губы. Давненько не было такого тренда, но сейчас он все больше и больше завоевывает рынок. Если вы еще не успели прикупить себе какую-то металлическую помаду, то сегодня я вам расскажу, как из вашей жидкой помады или из вашей какой-то классической помады сделать металлическую. Если вы на регулярной основе смотрите мой канал, то наверняка знаете, что очень многое в макияже зависит от того, какие трюки вы применяете, то есть не обязательно покупать сразу абсолютно все, что модно или абсолютно все, что вышло, для того, чтобы у вас получался разный макияж. Достаточно просто разными техниками пользоваться и таким образом хитрить. Сегодня я вам расскажу, как можно сделать именно такие очень красивые металлические губы, можно сделать очень такие сияющие губы. Сейчас вот Pat McGrath выпустила, это всемирно известный визажист, если вы еще не знаете, она выпустила наборы для губ, ну в принципе они не только для губ, но на губах они смотрятся наиболее эффектно и там можно сделать вообще как расплавленные, просто как расплавленные металлы губы, можно сделать их такими как покрытыми блестками. И наборы эти стоят очень дорого. И сегодня я вам покажу такой, конечно, более бюджетный вариант. Что вам для этого понадобится? Всего лишь ваша любая жидкая помада, я буду это демонстрировать на помаде от LA Girl. Опять-таки очень бюджетный вариант. И метод нанесения заключается в том, что вы наносите помаду, и лучше это делать, кстати, постепенно, то есть сначала наносите, например, на нижнюю губу, после этого берете любой пигмент, который вам понравился, конкретно вот это фото, которое вы видели, было создано с помощью помады LA Girl в оттенке Bazaar, и пигмента от Sigma в оттенке, сейчас вам скажу, Open Sesam. Это такой вот как бы красно-ало-фиолетовый какой-то, с фиолетовым таким переливом пигмент рассыпчатый. И все, что нужно сделать, это изначально нанести на нижнюю губу помаду жидкую, и до того, как она застыла, вот так вот буквально пальчиком набираете пигмент и вбивающими движениями наносите на губу. Почему лучше делать по очереди? Потому что если вы нанесете сразу, жидкие вот такие матовые помады зачастую очень быстро схватываются на губах, и вы просто не успеете прилепить этот пигмент. А если по очереди сначала нижнюю, потом верхнюю, или верхнюю, потом нижнюю, то у вас будет больше маневренности и, скорее всего, меньше ошибок вы просто сделаете, потому что делать это все-таки нужно достаточно аккуратно, чтобы этот пигмент у вас вокруг рта всего не оказался. Поэтому выбирайте то, что вам нравится, то есть не обязательно зацикливаться сугубо на вот этом. Вы можете использовать классические помады, не жидкие, можете использовать жидкие помады, но не матовые, допустим, просто жидкие помады. Вы можете использовать разные пигменты, вы можете использовать не обязательно такого же цвета пигмент, то есть можно взять красную помаду и, к примеру, золотой пигмент, и на центр губ этот пигмент нанести, и у вас помада сразу как будто объем добавит. Вы можете взять какие-то блестки, тоже нанести поверх, и получится вот прям, как вот сейчас вот в инстаграме, миллион просто фотографий такого рода, вы можете попробовать разные оттенки смешивать, в общем-то, все абсолютно в ваших руках, я надеюсь, что это видео просто вас как-то вдохновит, и вы все-таки попробуете поиграть, а не просто вот, ну, купил помаду, нанес, и как бы все. На этом я буду заканчивать это видео, я очень надеюсь, что этот трюк у вас приживется, обязательно его попробуйте, расскажите в комментариях, можете выкладывать фото в инстаграм, и меня там отмечать, чтобы я видела, что у вас получается, мне будет безумно интересно это увидеть, и на этом я с вами буду прощаться, до следующих видео, пока!